это видео для вас низкий вам от меня земной поклон таро котов спросим у котов спросим еще у котов что придет что уйдет какие резкие повороты или вообще не будет поворотов что да судьба да что на пути что впереди что на пороге слова словами заговорила такими чуть ли не поэзии что на пути что впереди что на пороге давайте сделаем что уйдет и что придет что на пути и что что на пороге что впереди что на пороге вот это да как бывшие силы со мной говорят это же все не мои мысли у меня спрашивают от под этот талант сделаем по карте мешаю расскажу а вы знаете я его нигде и не взяла я просто с детства умела взять информацию то есть она гордости у меня не было до что я мы узнаю все и она ко мне приходится на я не гордый человек это первое условие успеха избавиться от оценки себя растождествиться своим ложным я да я не я хата не моя вот и так мне приходит все вот и людям надо и людям помогают ну вот ух ты смотрите свить цвет точно такой же как он истерия называется я не помню как цвет такой же палом смотрите свет такой же до сиреневый но это разновидность акации я знаю точно так мы сейчас смотрит смотрим с вами вот что мои дорогие что уйдешь на придет что на пути что на дороге что на пороге что впереди вот и еще хочу напомнить что после этого можно у меня на канале найти расклад точно такой же вам будет знак что это продолжение этого расклад такие же цветы будут на старин будет сверху там где моя физиономия не будет видно видно только карты для разнообразия для того чтобы больше открывалась да по разному по всякому разные ракурсы вашей судьбы из разных разных углов что думаете так себя у меня все имеет смысл а вот и еще я прикреплю я сделаю видео до из этого и но прикреплю следующий расклад будет сверху что больше информации получить ну или ищите на канале если вы пока не найдете и так а что уйдет и что придет что у нас выходит мои дорогие вы волнуетесь о личной жизни здесь двойка чаш и опять же ли в разрук разлуки эти перспективы то есть за морем океаном ну или за границами вы вы волнуетесь о личной жизни вас все наладится карта двойка чаш хорошая уйдет волнение здесь у нас королева жезлов и туз чаш вы волнуете что не встретите любой может в одинокие вот я здесь вижу волнение я вижу что у вас действительность расходится с вашим ментальным положением уйдет волнение уйдет сам обичевание а туз меча и шестерка чаш уйдет тоска и это с тоска за тема с кем вы давно не виделись до уйдет тоска и обиды до обиды может быть наговорили друг другу лишние поссорились или разъехались по разным причинам частным профессиональным или же глобальным я вижу много в этом раскладе тоски которые в принципе не не соответствует действительность на самом деле сдвигся в две действительности так что нас голове это тоже реальность действительность это что на самом деле ваша действительность голове она связана со страхами обидами разочарованием отчаянием вот с этим связано может вы энергию теряете даже чувствуете себя неважно а ваша действительность это и перспектива на и смотрите на новой месте найти любовь человек будет такой как прежде лучше сто раз еще перспектива на то чтобы встретить новую любовь или же примириться вас с вами человек свяжется ведь и двойка чаши то есть и перспектива чтобы быть комфортной там где вы есть у вас будет комфорт большой видит это поляна накрыта цветы ира ромашки боже мой какая красота идиллия пикник это говорит о том что в солнышко будет светить вам будет что значит солнышко светить успех вас ждет большой успех я верну карту колоду сегодня здесь я хочу всю колоду использовать а что придет что придет до загадывайте свои вопросы чтобы были конкрет по конкретнее ответы до загадывайте свои вопросы задавайте карта чтобы были по конкретнее ответы придет то что вы перестанете себя корить или или ссориться или перестанете помнить о плохом но вы восстановитесь пятерка меча это неудобное положение вам надоело грустить вам надоело быть состоянии что ничего не меняется нужно менять самой чтобы менялась она то меняется но если мы в этом не участвуем меняется бизнес ну дьявол то вот поэтому мы вы не виноваты в том что с вами вышло выйти вас или поссорили или вас вытеснили вытолкнули из того где вы были или на работе или глобально до а дьявол то вам очень трудно что-то пустить хорошая ваша жизнь круть все крутые повороты вы пропускаете то есть терра повороты которые принесут счастье потому что дьявол перекрыл он стоит вот и не пускает поворот вы не видите вы видите тупик потому что дьявол это влияние третьих лиц это это ужасные обстоятельства которые вы попались вот и знаете несколько понятия в картах что все масть перекроет да и смотрите какая здесь нумерология дьявол это 15 карта да а пятерка меча это пятое то есть мы если от 15 15 отнимаем 5 но по нумерологии нумерологии лучше всего видно в римских то есть у нас 15 карта это один и как пентаграмма 5 мы пятерку это отнимаем получается один да и вот эта карта первая карта магы что всю масть перекроет очень важно потому что если расклад счастливый но понимаете в раскладе очень много чего нужно знать профессионально чтобы расклад понять да я вам просто говорю как есть есть такая методика тактика такая до стратегия раскладов что когда мы имеем дьявола и но это вообще такое очень редко бывает вообще повторить расклад практически невозможно да вот пятерка отнимаем 15 отнимаем 5 то есть по виду нет 15 5 чтобы чтобы было 10 хотя тоже от 15 отнять 5 будет 10 а 10 это один плюс 0 будет один ведь это мистика мистика м1 и когда мага перекрывает дьявола то я вижу что вам откроются дороги на любовь и на счастье видите это как вот сейчас это ангел мага это ангел это куратор рода все сар шаркан это не воплощенные духи которые меняют жизнь и у вас сейчас все с ваших руках до маг это все в ваших руках вы надо видите вы найдете счастье тройка чаш это праздник если у вас день рождения скоро или было недавно от души поздравляю желаю вам счастья вас все будет хорошо это тройка чаш это карта праздника радости успеха ждет вас успех по вашему вопросу и чтобы расклад точно вам писал в вашем вашу жизни здесь у нас ведь опять королева так что вы королева вы вот виноград виноград знаете что к винограда что тоже символ ресурсности дата символ что вы не хотите жить скучно вы хотите жить интересно виноград только интересным жизни это символ интересная жизни вот он слаже когда ему трудно когда он но как бы трудно в хорошем понимании слов как мышцам когда трудно мы красивее становимся до так далее мощно мощно что придет ну солнце придет придет потому что это у нас карта влюбленные но на ней солнце изображено да на карте влюбленные у нас уже ангел солнца архангел михаил который приносит успех успех придет понимание чего вам нужно от этой жизни и придет успех это очень хорошо вот это придет точно так что крутые повороты которые сейчас перед вами они вам все принесут успех что на пороге на пороге но видите вы все равно вы сейчас страдаете это восьмерка меча вами не верите вы говорите у меня все запутано и не так все просто да не все такое чем кажется но я вас понимаю вообще любая ситуация запутанная она разрешима не бывает такого чтоб ситуация запуталась до такой степени швы и решить не понимаете но вы страдаете через месяц все поменяется через месяц эти путы сойдут это влияние третьих лица улучшится самочувствие появится оптимизм и ложишь воодушевление месяц нужен чтобы прошел месяц например от новолуния к новому новолунию или от полнолуния к новому в общем месяц это карта луна это эмоции которыми вы сейчас страдаете это эмоции которые знаете если разрушился разрушились нейронной связи уже не раз говорила то эмоции соответственные потому что есть метафора суд как разрушилась какие эмоции могут но восстановиться то надо восстановиться то можно мы знаем что нейронной связи новые вы будут возникать и видите девятка жезлов говорит что даже с привязанной головой даже когда отчаянное положение но вы смелый партняшка давайте получаете девять сил вы сейчас получаете как этот код девять сил до входите в свою силу на пороге это что на дороге до на дороге будет какой-то встречаться вам король меча может защитник может быть на человек знающий человек владеющий информацией какой-то покровитель какое-то влиятельное лицо или знающий кто-то встретиться или кто-то решит ваши бумажные задачи какой-то бюрократическая бюрократ какой-то да кто-то во власти это может быть военные которые в общем то может ваш мужчина сейчас военную защищает свою страну а вы вы беженец там что делать такая доля вам такая судьба вышла доля по-украински судьба кто не знает вот четверка чаши ну смотрите весточка любви да для некоторых людей нужно услышать что шанс есть это прошлое три чаши а творец дает новый шанс что в эту чашу налью сейчас что-то контейнер да принято думать что чаш это только отношения нет чаш это контейнер что вы в этот контейнер поместите о чем вы сейчас думаете вот то что вы думаете сейчас это и будет ответом на эти вопросы все потому что шанс вам вселенная даст и этот поворот будет крутого смотрите видите это впереди а вот видите со стороны то есть это крутой поворот вас ожидает какой-то крутой поворот изменит поменять поменяется событие но когда повторяется карта это понятно что это благословение 6 карта влюбленные это новый этап вашей жизни это новый этап может на новом месте вы устроитесь прекрасное время нужно я помню первый год иммиграции в германии думала что я не выживу а потом сейчас вспоминаю думаю зачем я придавала значение тому что что был не имела значение в моей жизни но такой ум такое время все это пройдет все наладится ну что такое влюбленное это когда творец через архангела михаила начал говорить с людьми которые были как и другая природа то есть шли только по ну по предназначению по инкстинктам да мана там небесная все такое часть природы слия слияние с природой и вам сейчас нужно как бы увидеть новое что-то карта влюбленной как она приводит пример из библии чтобы нам людям намекнуть на то что она не посмотрели вверх чтобы он хотя бы найти разговор с богом да то есть вам нужно посмотреть вокруг вас и все эти примеры библейские не просто как пример а не то что там серпе наседания да вот по картам когда примеры это бытовые это но жизненный пример вот и когда творец через арха естественно посланника всегда через послание к только творец людьми говорит а как иначе что думаете что тот кто держит 300 миллиардов вернее ну там нельзя посчитать звезд вы с нами напрямую говорит нет он посылает нам ангелов ну он она ну творец а вот и ангелы люди увидели ангела первых нужно увидеть чтобы увидеть ангелов через его но это неплохо хорошо там никакого греха не было через его познание то есть у его гибкий ум до женщины через познание через вот это познание были открыты глаза чтобы ангела увидишь чтобы с ним говорить то и через его дороге в этот раз трансмиттер же не женщина трансмиттер идеи да а вот с двумя ими то есть нос с нашими предками а бог говорит что слушайте вы готовы вы созрели для чего созрели чтобы устроиться на новом месте получить ту работу устройство в новых отношениях устроиться с собой комфортно еще сижу на кресле до комфортно да вот но это пришло с потерям с потерями прошлого мы не хотим прошлое терять то вот как мы девочки с гардеробом не можем старым расстаться там выбросили в этом страдаем это могла бы я использовать для ютьюба у меня были такие классные вещи я могла бы сейчас вам показать такие вау вау какие вещи на я всех выбросила 8 мешков а теперь вот сижу в том что есть да но я обожаю все что мне есть это пример вот и творец сказал вам придется чем-то расстаться чем расстаться придется вот знаете это вот эта грусть тоска по четверке сейчас оставаться там и не хотим а творец говорит что чем расстаться но со стабильностью потому что мир то движется вперед а вы стабильны мы стабильны застряли да мы должны чувствовать себя стабильно но вместе с тем двигаться вперед это особое искусство К этому искусству Адам и Виава были готовы, а значит и вы готовы, чтобы турбулентность искусства, потому что мы живем в условиях хаоса. Мне говорят, почему расклад сегодня такой, завтра такой. Дорогие мои, это условия хаоса. Это когда разные идут пассажи, такие тенденции в мире с этим условием хаоса. И каждый день что-то новое открывается. Мы живем в условиях перемен. Все сломалось, все новое рождается. И если мы готовы, как по карте влюбленные, то мир нас увидит. А раз мир нас увидит, он даст нам все, что нам нужно. Потому что путь к себе идет через мир, через других людей. И я почему-то все говорю, потому что карта волнений говорит, не волнуйтесь, вы найдете себя в новых условиях и вы найдете свой успех. И когда они сказали, ну мы же там одежды не имеем, да, то есть теперь мы поняли, осознали, осознали себя и решили, что кое-что приватное для себя имеет, да, ведь одежда это символ приватности, а кое-что социальная жизнь. То есть человек стал половина приватно, половина социально, да, а раньше он был вот как бы между небами и землей. Ну вот ваша социальная жизнь улучшится и ваша приватная жизнь тоже улучшится. И это все луна. Ну что в луне, кстати, об этом. На карте луна там собака и волк. Это Джон, это мой учитель, мне секреты открыл. Никто таких не знает, но сейчас может быть весь ютюб меня копирует, но тем не менее. Видите, собака это символ цивилизации, жить в обществе, да, то есть обществу где-то поддаться, обществу где-то что-то дать, ну как собака дает хозяину, чтобы получить что-то взамен. Ну а волк это символ интуиции, это символ нецивилизованности, это символ инстинкта, это символ тоже того, что, в общем, хоть и волк, он go with a pack, со стаи волков, но там совершенно другая стратегия, да, это такая дикая, дикое теневое я, да, как собака это наше вот лицевое я, а вот это внутреннее теневое я, там где мы себя не любим, ошибки, вот это вот все, интегрируем. Вот все люди богатые, великие, знаменитые, они интегрировали вот это теневое я. Ну смотрите, например, приведу пример Кеннеди, например, сегодня послушала Кеннеди, ой, вообще в восторге, ну что на YouTube можно все найти, да, его речь в 60-м году где-то в университете, про холодную войну и про все, думаю, боже мой, да это как будто сегодня, 80 лет прошло. Он интегрировал в свое теневое я, вот его там ошибки, там говорят клан, там где-то что-то, его вот это вот Мерлин Монро, это его теневое я, мы теперь это все интегрировали и видим его полностью, интересно, да. Ну я пример привешу. Карта выпала, я уже заканчиваю этот расклад. Что вас ожидает? Вообще, король на именинах, четверка Пентакли. Очень большая стабильность и успех. Все, что Лена здесь сказала, для умненьких, которые не будут меня там хватать за какие-то слова и за какие-то места, его телом там не волосы выдирать. Есть такие, с такой ненавистью за что-то ухватятся. Все, что я сказала, вам нужно было услышать. Каждый мой пример, это только для наглядности. Для наглядности эта карта говорит, те, кто меня услышали, получат весь мир. У нас на дне колоды карта мир. То есть вот эта стабильность, да, в условиях турбулентности приведет вас к большому успеху, вам будет комфортно жить и, мои слова, спасли вас от себя самой, состояние жертвы. Это карта больших денег, это карта денежного комфорта, свобода денежная, независимость, счастье, вас ждет счастье. И в условиях турбулентности, видим, мы говорили о карте влюбленной так долго, да, ничего можно дольше, я обожаю старшие арканы. Ну как это куратор, это невоплощенные духи, которые нам открывают столько, сколько мы можем взять. И карта мир, это новый цикл начинается в вашей жизни, ну и влюбленные тоже новый цикл. Что это за цикл? Это цикл благосостояния, но это только для тех, кто благозаразумный, конечно, да, кто может это понять из моего расклада. Сейчас перейду на другой стол, возьму с собой эти цветы. Цветы это символы, я все, что на экране, у меня имеет смысл. И это просто символ, чтобы вы поняли этот расклад, который можно будет найти на YouTube, или я прикреплю. Посмотрю, как я сделаю это продолжение этого расклада. Если кто-то хочет на эту тему еще больше подумать, поразмышлять. Шикарно, да? Я в восторге от таких шикарных раскладов. В восторге от вас, люблю вас, обожаю, пусть вам везет. Пишите, откуда вы, как у вас в жизни все идет. Можно, нужно, нужно поставить лайк и подписаться. Почему подписка? Ну, это же для вас, потому что будете чувствовать себя родным. Здесь, на моей канадской студии, будете всегда чувствовать себя родным, тем, кто подписан, конечно. И это ничего не стоит. Вообще ничего, никогда ничего не стоит. Человек, если вкладывается денежно, он всегда делает это только для себя. Если кто-то решит у меня на сайте послать иногда какой-то небольшой донат, раз в месяц, не чаще, предупреждаю, пару долларов или сколько вы можете, и сколько вам не жалко, то вы делаете в любом случае это для себя, потому что тот, кто во что-то вкладывается, то чувствует ответственность и реализует то, что мои карты говорят более чутко. Если вы не можете послать мне валюту, то можно и вашу валюту превратить в крипто. И у меня есть крипто-кошелек под видео. Но намекаю и напоминаю всем опять и опять, вы мне ничего не должны. Абсолютно никто мне ничего не должен. То есть говорю для тех, кто захочет поблагодарить. Потому что работа это непростая, любая работа это огромное вложение энергии. Так что поймите меня правильно. Энергия должна быть, ну, наверное, от блага... Ну, благодарность должна быть, да? Вот, сделала короду это Магдалина. Ее первое имя Магдалина. Ну, мы и говорили сегодня о библейских темах. Потрясающе, да? Обнимашки, обнимашки из Ванкувера. Люблю моих друзей, обожаю. Желаю вам огромного счастья. Берегите себя. И скоро увидимся. Какие счастливые перемены на пороге? И вообще, будут ли перемены в вашей жизни? Потому что так бывает, что перемены вроде бы есть, но мы их не видим. Глаза закрыты, да? Ведь мы видим то, на что у нас открыты, ну, духовные внутренние глаза, да? Вот, по этой причине я сейчас вам предлагаю, если есть желание. Не чувствовать себя таким, знаете, странником, отшельником у меня на раскладе. Не нужно. Чувствовать себя родным, да? Чувствовать себя, который ищет путь. Не ищет от мира идти, а к миру идти. Не от мира, от мира. И что вам предлагает мир? Потому что мир дает нам счастливые перемены. Никто иной, как мир, да? И поэтому я спрошу у карт, есть ли вообще у вас впереди какое-то хоть счастье? Потому что до сих пор как-то судьба не особо радовала в основном всех выходцев из прошлой системы, в которой мы с вами были, росли, нас воспитывали в этой системе и навязали нам то, что сейчас нам, может быть, где-то и мешает, да? Вот. У меня такой вопрос. А сможете ли вы и как найти счастье? И как? Не только сможете ли вы, но как найти это счастье, да? Вот в чем загвоздка и вопрос. А я возьму 5 карт для начала. Вот расклад выложен. И давайте будем смотреть, в чем же ваше счастье. Ну, смотрите, прежде всего, то, что вы ищете, вы найдете. Но вам нужно вначале сказать себе, что, ну, вот там, как было, даже если кажется, что хорошо, в детстве всегда было хорошо, даже если было очень тяжело. Ребенок, вы бы сейчас не были живы, если бы в детстве вы думали, что вам было плохо. Понимаете? Вообще не было бы ничего. Потому что так настроен мозг ребенка. Такие калории он получает, и так ребенок имеет. Вот даже, знаете, говорится brown fat. Помните, как нас кутали, одевали в детстве? Родители не знали, что есть такое детское, детское жир, называется brown fat, коричневый жир, который предохраняет ребенка от перехлаждения. И нас перегревали во всем. Перегревали нас в еде, перегревали нас в заботе лишней, перегревали нас в одежде, и вы перегреты. Ваше детство перегрета. Поэтому, когда вы хотите возврат того, той системы, или того, что было в детстве, вы хотите возврат протекции, защиты, протекции, защиты. И этот расклад показывает, что не ищите защиты в прошлом, здесь четко все видно, да, при вас все беру. Ищите партнерство со современными реалиями. Нам всегда кажется, что партнер это как мужчина, человек только, да, один или же в работе. На самом деле, ищите партнер, партнера это современные реалии, в которых вы сейчас есть. И естественно, что если ваши реалии сильно отличаются от правды, если вы себе правду только шепотом можете сказать, из этого нужно выбираться. Вот. И карты показывают, ну да, нужно, конечно, забыть то, что было, плохо или хорошо. Ну, забыть частично, конечно, не полностью. Забыть, знаете, что я бы сказала по этой карте, по этим пяти даже, что забыть вход в прошлое, где там дверь в прошлое. Прошлое, ну, будет с нами, у кого оно было счастливое, оттуда можно черпать энергию, вы счастливый человек. У кого было очень несчастное прошлое, там все равно есть такие вкрапления счастья, от которого можно что-то черпать. Но вход в это прошлое, в эту дверь, нужно замуровать и забыть. Потому что вход в то, что было да прошло, если дверь настишь открыта, да, то это очень чревато. Нам все время будет хотеться в эту дверь войти. Знаете, если вы купите сладости, вы их обязательно съедите. То, что висит на стене, знаете сами, что. Я не буду говорить это слово, но обязательно выстрелит, да. Так что нам нужно, чтобы у нас на стенах что висело? Ну, если есть деньги, произведение искусства, если или ваше произведение, или еще что-то, или какой-то рушник вышиванный, что-то свое, то, что вам дает радость, вокруг вас было, да. Вот. А дверь все-таки в прошлое мы закрываем полностью, закрываем. Она у нас настишь не бывает открыта. Вторая линия из шести карт. Из шести карт, мои дорогие. Что эти шесть карт показывают? Ой, они показывают переход. Они показывают переход в счастливое будущее, да. Большой переход. Такой титанический, можно сказать, квантовый скачок. У вас есть осознание смелости. Вот осознание того, что это не тупик. Это не тупик. Это накрытый стол. Знаете, такая поляна полевых цветов. Накрытый стол. И вы в восторге. Вы парите от радости. Это не тупик, что сейчас перед вами. Это просто, ну, какая-то даже не борьба, я бы сказала, да. Даже не борьба. Потому что вам кажется, что это борьба. Вам нужно войти в свою силу. Получить свою силу. И выпутаться из этого положения, которое у вас отняло силу. Я вижу, что вы будете получать благословение от рода здесь. Если вы хотите найти отношения, то, конечно, здесь, безусловно, кто-то вас сейчас ищет. Вам только нужно верить, что все получится. Потому что есть протекция. Есть протекция от вашего рода. Вы получаете, как бы, втеляете в себя эту силу, да. И неважно, какой сезон. Весна или лето. Да, или более холодный сезон. Но когда будет счастье. У каждого свой сезон. Как говорят, каждому плоду свой сезон. Но я вижу, что вот как вы сейчас почувствуете, в какой сезон, произойдет перелом. То есть, по этим картам я вижу, что будет. Знаете, что будет? Будут счастливые перемены. Вы выпутаетесь из этой ситуации, потому что вы обладаете смелостью. Вы выпутаетесь из этих пут. Вы избавитесь от этой острой ситуации. Кто-то вам замырил мозги, запутал. Да. Ну, знаете, пропаганда запутывает. Если вы даже живете в Германии, пропаганда же оттуда, она идет все равно. Даже еще и сильнее вас. Ну, не нужно быть запутанным. Нужно интегрироваться в том обществе, в каком вы есть. Это очень, это супер важно. Поскольку вам там жить, вам принимать решения, и вам, конечно, получать дивиденды, да, с той жизни, в которой вы живете. Ну, по этим картам я вижу, что и работа будет, и все настроится. Может быть, вначале небольшие деньги. Может, не сразу будет какая-то, знаете, супер работа. И не сразу будет супер какое-то удобное жилье. Но со временем, конечно, вы очень устроитесь здорово. Выкладываем мы с вами третий ряд. С вашего позволения. Устраивайтесь так, чтобы вам было удобно. Задавайте свои конкретные вопросы, чтобы получать конкретные ответы, да. И, безусловно, все будет хорошо. Я вижу по этим картам, уже сейчас вижу. Эти карты, они каждый раз что-то новое показывают, и открывают новые какие-то дела. Перестаньте быть судимы, судимы, ведомы, ведомы. Перестаньте быть. Будьте свободны. И каждый плод хорош в свое время. Не забывайте об этом. Избавиться нужно от иллюзий. Иллюзий, что вас там не любят. Кругом враги, кругом чужие, безразличные. Послушайте, нужно посмотреть правде в глаза. Мы же тоже к ним безразличны. Мы тоже, понимаете, для них чужие. Так что нужно, конечно, устраиваться, показывать себя, на что вы способны. Смелее быть. Потому что люди хотят, они хотят увидеть вас, они хотят интегрировать вас. И вам заплатить хотят. Поскольку всегда интересен новый человек. Свежий взгляд, незамыленный, да, на реальный. Всегда интересен. Я вижу примирение, я вижу новые деньги. Я вижу большое счастье, воодушевление. Ветер перемен, большое счастье, да, вот как после какой-то грозы, есть такая природа, она как бы первозданная, она как бы вся воспряла духом, да. Природа, воспрявшая духом. Вот я здесь это вижу. У вас будет ощущение, что весь мир, он воспрял духом вокруг вас. Когда вы восприняете духом? Знаете, к чему мы поворачиваемся? То поворачивается к нам. Это закон мироздания. Сейчас итог этого расклада, это примирение. Примирение либо в семье, либо самим собой. Это примирение с тем, что, ну, я начну с работы, которая просто available, которая есть, а не так, которая сразу у меня вот такая планка, да, на что я достойна. И это, безусловно, так оно и будет. Давайте я сейчас буду выкладывать для вас еще и кельтский крест. Это мой, это моя выкладка, выкладка три креста, моя авторская. Но это на самом деле кельтский крест, да, который вам покажет правду того, что перед вами. И мы поговорим о том, что сейчас является, может быть, тем важным моментом, той дверью, перед которой вы стоите. Мы уже говорили с вами, что дверь нужно, конечно же, открывать новую, да. Старые двери в прошлое должны быть просто закрыты на ключ. Ключ в кармане. Как я говорю, ключ к счастью всегда в вашем кармане. И когда вы ключ берете, этот ключ о счастье вашего, да, вы начинаете понимать, что дверь, к счастью, открывается изнутри. И этот ключ может быть от вашего прошлого, где была любовь, где какие-то эмоции были, да, эмоции очищения. Вот первый крест из двух карт говорит эмоции очищения теперь начинаются. Очищение от вот этой шелухи, ненужной вам, которую вам навязали. Манипуляция. Сейчас идет война информационная тоже, да. Поствоенный период информационный. И вот эта шелуха, навязанная мне, незачем тебе в наше время, 21 век, камон, все мы уже имеем возможность правду узнать, да. не нужно обманываться, нужно быть в любви пребывать. В любви к себе это, ну, пребывать в любви к себе, это оценивать ситуацию, какая она есть. Видеть, что, окей, дождь идет, ну, соответственно, я же не пойду в летнем платье, если дождь холодный. У нас в горном климате постоянно дождь холодный. Даже летом. Я, знаете, тоскую по этим грозам в Украине, когда грозы были такие, такая теплая вода. Я тоскую, здесь такого нет в Канаде нигде. Даже вот я живу на юге в Канаде, в Ванкувере, здесь такого нет. И вот это ваше прошлое, да, оно ласковое. Фундамент. Вот я смотрю карту фундамента, да, это в Кельском кресте третья карта. Оно ласковое, ваше прошлое. Ну, там много ласки было, даже если жить было очень-очень тяжело, но это ласковость не того, что было вокруг вас, а внутренняя. Потому что ребенок начинает идти изнутри и проджакт это все на внешний мир, когда вы были ребенком. Ласковость была. И уходит тоска, и уходят эмоции неправильные. Потому что четвертая позиция в Кельском кресте, что уходит? Уходят вот эти эмоции, придуманные. Потому что прошлое, теперь в вашей жизни, это придуманные эмоции, которые уходят. У нас с вами пятая позиция, что может быть, и шестая, что... Подождите. Шестая позиция, что будет, да? Пятая позиция, что может быть. Оно может быть любовь. Может быть любовь, может быть удобное положение, может быть инициация чего-то нового, новая работа, новое какое-то обучение. Это может быть. Что будет наверняка, это шестая позиция в Кельском кресте, и наверняка вы будете припывать свои силы. Вот это точно будет. Здесь и деньги, здесь и уверенность, здесь стабильность такая, да, и в то же время эмоции. Это эмоции частной личной жизни. Пора возвращаться к частной личной жизни. И вот это вот будет, личная жизнь. Вначале она покажется, может, эмоцией, вначале она покажется опасной, но опасные эмоции, нужно войти с ними в контакт, чтобы их вынуть, как вот по гомеопатическому принципу, вынуть их из себя и сказать так, я вот не буду. Этот меч, который вы видите, это на самом деле, не забываем, что это меч справедливости, а не меч нашествия, это не меч агрессии, это меч справедливости, понимаете? Вот, который теперь у вас, вот в вашей жизни справедливо, не мне не вспоминать о тех препятствиях, справедливо мне не думать о том, что я, какую я ошибку сделала, или там мой сын, дочь, любимый, т.д. Справедливо мне двигаться дальше. Теперь очень интересные две позиции, я хочу ваше внимание обратить. Это вы и другие люди. Седьмая карта – это вы, и я вижу, что это личная частная жизнь. Вам нужно свой путь найти. Нужно найти свой путь, понимаете? Потому что женская сила – это такая лунная сила, это сила своего пути, это сила гибкости, гибкого света. Вот, и это вам нужно войти именно, ну, если вы мужчина, то нужно женщину в себе интегрировать, найти вот в себе гибкость. Потому что сейчас многие люди, они такие rigid стали, они такие стали твердые. Они держатся того стержня, который стал твердый, он сломался от твердости своей, быть более гибким. Ну, другие люди. А вот другие люди – это проблема у вас, да, это восьмая позиция в Кельском кресте, это такая нагрузка, это ваш крест. Другие, как сказал кто-то из больших кутерье, что другие люди – это всегда препятствие, потому что там в мире моды, у них действительно соревнования бешеные. Другие люди – это всегда препятствие, но таки есть. Другие люди – это препятствие, если вы им дадите власть над собой, да. Это препятствие, это, ну, как бы, тяжесть на ваших плечах. Вам постоянно нужно их побеждать, да. Ну, не старайтесь их победить. Вообще-то в любой, в любом соревновании, в любой конкуренции, ну, нет смысла ждать, пока враг станет слабым. Или же конкурент, не обязательно враг, конкурент. Лучше всего укреплять себя, потому что пока мы будем ждать, пока враг, вот это вот, знаете, китайская вот эта штука, буду сидеть на берегу и ждать, пока проплывет этот врага. Я, например, не согласна, вообще, как глупость такая, да. Это значит, вот, в себе копить это, это, резентмент, эту ома. Я не согласна, а что сидеть на берегу? Ну, в смысле, ну, как по-буддистски, что ли, ничего не делать, ну, как бы, в себя уйти, там, в себе искать хэппинес, потому что внешний мир, он весь такой токсичный. Я не уверена, я не согласна. Тем более сейчас внешний мир, он такой интересный, с новыми техническими открытиями. Я не хочу быть в стороне, вы что, это, пропустить все. И, на мой взгляд, как предсказатели, и судя по этому раскладу, что, ну, что нам там на земле свою морковку выращивать, только ее есть. Ну, в этом смысл какой-то есть для короткой медитации. А вообще, пользоваться достижениями техники, но это нельзя не пользоваться этим. Это же вообще шикарно. Я когда-то в молодости хотела иметь локхаус, такой бревенчатый дом, у меня было вот это вот, пунктик. Со временем я приняла, зачем мне нужно, нужно это. Если теперь современный технологический умный дом можно иметь, боже мой, пользоваться технологиями. Так что вот другие люди, это, конечно, препятствие вашей жизни, если вы не будете в своей силе пребывать. Вот в чем дело, да. Итак, еще два позиции, девятая и десятая. Девятая позиция – это страхи, проблемы или же надежды. Заметьте, одна позиция имеет как бы диаметрально страхи и надежды. Но на самом деле надежды ложные, они равнозначны страхам. Поэтому это дом страхов на самом деле. И эта карта показывает, что вы боитесь, что не хватит чего-то, да, не хватит денег, у вас нет вот этого вау. А вам нужно иметь вот планку для себя повыше персонального роста, персональной, как бы сказать, свободы и финансовой, и творческой, и жизненной. Вам иметь нужно планку своего здоровья. Это то, что люди не хотят слышать, а вы попробуйте хотя бы чуть-чуть изменить стиль жизни. Вы посмотрите, как это тяжело. А вот эта карта дает вам вдохновение менять. И тогда будут деньги. Потому что деньги нужны только здоровым людям, понимаете? Нужно восстанавливать здоровье вам. Итог расклада – это очень хорошая карта. Конечно, там, когда вам очень повезло. Поэтому вам будет вести, вы дадите, ну, вы все советы поняли, взяли это все себе, копилочку, да, жизненной силы. Вы будете очень удачливы и счастливы. Именно сейчас восстанавливается иммунитет, именно сейчас вы зарабатываете свою финансовую свободу, именно сейчас вы зарабатываете, вы входите в свою силу. Именно сейчас вы входите в свою силу, понимаете? Это здорово. Я вообще очень рада видеть эту карту. Это карта внутренней силы. Это карта удачи. Удачи. Вот так, мои дорогие, такие три расклада. Я надеюсь, что они вам помогут, что они вам окажут большую службу, что они вас вдохновят на то, чтобы вы добивались своей правды. И, на мой взгляд, мои расклады лучше, чем те, что платят. Тони Робинс, там, сумасшедшие деньги люди платят. Да, ну, вот эти все мотиваторы. Вот, чем такой, ну, больший, знаменитый мотиватор, там, больше денег. А высшие силы через меня вас так мотивируют и абсолютно бесплатно. Так что пользуйтесь помощью моих карт. Я вас люблю, обожаю, желаю вам счастья. Еще раз хочу сказать спасибо тем, кто пошлет суперспасибо во время просмотра. Вашего просмотра. Суперспасибо, это денежка, это не, это не слова, это, ну, небольшая денежка, сколько можете, если есть желание. Можно тоже воспользоваться криптокошельком, которым в описании любого видео есть мой. Это тоже легко сделать. Можно со спонсором канала или послать небольшой донат, там, раз в месяц на моем сайте. Я буду очень благодарна. Большое спасибо. Пусть вас высшие силы берегут. И до встречи. До встречи.